Плов и лепешки, приготовленные по традиционным рецептам, получили сегодня на обед уральские врачи, которые борются с пандемией коронавируса. Горячие блюда медикам доставили представители консульства Узбекистана в Екатеринбурге. С подробностями Лена Халутерна. С самого утра на кухне этого ресторана кипит работа. Пока вход для посетителей в заведение закрыт, повара с особым трепетом готовят блюда по спецзаказу. Жарят, варят и шинкуют десятки килограммов риса, телятины, лука и помидоров. Сегодня мы пришли очень рано. Получается, ребята работают с 7 утра. То есть на протяжении уже 4 часов сейчас ведется раскладка. Сегодня в этом ресторане обеды готовят для уральских медиков, которые борются с пандемией коронавируса. Благотворительную акцию организовали по инициативе консульства Узбекистана в Екатеринбурге. Так решили поддержать врачей, которые работают в непростых условиях. В борьбе против распространения этого вируса сейчас на передовом выступают врачи. Те, которые лечат тех, к сожалению, заразившихся граждан. Для нас большая честь угостить наших врачей в знак глубокой благодарности. Все блюда готовят по национальным рецептам. Шеф-повар Аревжон Мамадалиев с 15 лет помогал папе в ресторане «Ташкента», а теперь главный на уральской кухне. Чтобы приготовить традиционный плов, в ход идут продукты, привезенные только из Узбекистана. Особый сорт белого риса, хлопковое масло и желтая морковь. Этот плов готовится 20-30 часов, примерно, ингредиенты. Только из Узбекистана привозим свежего. Рис тоже из Узбекистана привозим. Если отдущий готовить, тогда вкусно получается. 200 порций плова, свежего салата и узбекские лепешки. Еду в ресторане раскладывают по контейнерам и сразу же развозят в Екатеринбургские больницы номер 24 и номер 6. В целях безопасности блюда передают врачам на проходных поликлиник. Мы очень признательны и благодарны за любую поддержку и помощь, которую оказывают нам сторонние организации. И мы с удовольствием принимаем коллеги, которые работают и днями, и ночами. Очень признательны за любую поддержку в эти нелегкие и достаточно тяжелые для нас всех времена. Но, тем не менее, мы справляемся. Тем временем помощь врачам может оказать каждый житель Свердловской области. Главное в этих непростых условиях оставаться дома. Елена Халутерных и Сергей Лысак. События ОТВ.